Существуют физиологические и психологические причины стресса. Физиологические стрессоры оказывают непосредственное действие на ткани организма. К ним относятся боль, экстремальные температуры и физические нагрузки. Психологические стрессоры сигнализируют о социальной значимости событий. Это может быть что угодно – сдача экзамена, собеседование при приеме на работу, увольнение, развод и даже опоздание на важную деловую встречу. Психологические причины стресса могут быть как непродолжительными, так и довольно длительными по продолжительности воздействия. Например, вы каждый день ходите на работу, где ваш начальник непременно отпускает ваш адрес колкости или обидные высказывания. По какой-то причине вы не увольняетесь, а продолжаете ходить на эту работу и подвергать себя пусть небольшому стрессу, но ежедневно, даже не осознавая этого. В конце концов, вас ожидают все те же симптомы истощения, которые мы уже обсудили. Но вот до причины вам будет нелегко докопаться. Хотелось бы еще отметить, что психологический стресс бывает не только эмоциональным, а именно его мы в большей степени и будем сегодня обсуждать, но и информационным. Информационный стресс возникает в результате информационной перегрузки, то есть когда информации на человека сыпется больше, чем он может переварить. Так что имейте в виду и будьте бдительны. Очень часто, когда мы говорим о психоэмоциональном стрессе, мы сосредоточены только на том, что происходит в нашей голове и совершенно забываем про тело. Между тем, как ни странно это прозвучит, наше тело и голова – это одно целое. Но в нашем восприятии я – это моя голова. И да, у меня еще есть тело. Мы воспринимаем наше тело только как инструмент, но не как главный управляющий орган. У тела нет контроля, его контролирую я. Знакомо? В конце 19 века тяжелейшим потрясением для психофизиологов и нейропсихологов стало открытие того, что кора головного мозга занимается не только высокоинтеллектуальной деятельностью, но еще и движениями тела, так как в коре есть моторные зоны, отвечающие за движения человека. Это открытие коренным образом изменило способы мышления человека. Оказывается, человек не просто мыслит, а мыслит, чтобы действовать и достигать результата. Это открытие натолкнуло ученых на мысли об обратной связи. То есть, если мозг может воздействовать на тело, то, возможно, существует и обратное воздействие тела на мозг. Поэтому, вместо того, чтобы начать копаться у себя в голове, мы для начала поговорим о нашем теле как одной из важнейших составляющих системы, реагирующей на стресс. Тело хранит в памяти, давайте будем называть ее телесной, очень многие события нашей жизни. Эта память проявляется в нашей привычной позе, осанке, телесных зажимах. Иногда, приняв определенную позу, связанную со стрессовым воспоминанием, можно вспомнить ситуацию, которая вызвала стресс, даже если это было очень давно. Изучением движения тела и его связью с мозгом занимается наука под названием «Практическая кинесиология». Одна из сподвижниц этого направления, Карла Ханафорд, биолог и преподаватель, в своей книге «Мудрое движение» дает очень детальное и понятное объяснение взаимосвязи между телом и мозгом, а также важные роли тела в обучении и работе с психологическим стрессом. Ханафорд вела в обиход психологов термин ОВЛ, «Ориентированное на выживание личность». Этот термин очень многое объясняет. Человеку знакомы два режима жизнедеятельности – режим выживания и режим развития. Когда человек адаптируется к изменениям, он способен идти дальше в своем развитии, интегрируя новые знания. Когда человек не способен адаптироваться, он переходит в режим выживания, который довольно автоматичен. Физиологически это проявляется следующим образом. Наблюдается одностороннее функционирование мозга, склонность к рефлекторным или реактивным действиям, исходящим из центров выживания в стволе мозга и симпатической нервной системе. Стресс в этой картине играет роль спускового механизма, так как в нервной системе происходят события, которые вызывают и регулируют поведение, ориентированное на выживание. Хронический стресс тормозит полноценное развитие головного мозга, так как усиление мозговых процессов, ориентированных на выживание, происходит ценой ослабления рационального, лимбического и кортикального функционирования, особенно в лобных долях. Основная часть нервных путей развивается на основе стимуляции и опыта взаимодействия с окружающей средой. Особенно это касается людей, открытых новому опыту, идеям и ситуациям на протяжении всей своей жизни. А теперь давайте разберем стрессовые факторы в вашей жизни, которые ограничивают развитие лобной доли. Ханафорд разбила их на несколько категорий, и все они взаимообусловлены. Это факторы, связанные с развитием. Недостаток сенсорной стимуляции, недостаток движения, недостаток прикосновений, что приводит к снижению уровня ФРН, фактора роста нервов. Недостаток межличностной творческой игры и общения, несбалансированная или неполная активизация ретикулярной формации. Эти факторы, я надеюсь, вам очень знакомы, тем более, что многие популярные издания уделяли им массу внимания. Кажется, пару лет назад о пользе обнимания не писал только ленивый. И о том, что ребенку полезно ползать и вязать шнурочки, знают все сегодняшние родители. Просто теперь становится понятно, почему. Электрические факторы. Это недостаточное потребление воды, недостаток кислорода, излишнее воздействие внешних электромагнитных полей. Опять же, сколько раз вы слышали, что в день необходимо пить 2 литра воды? Забудьте про диеты, пейте воду потому, что это первое лекарство при стрессе. Стоите в пробке? Пейте воду. Идете на серьезный разговор к начальнику? Попейте воды. Вода, несмотря на всю свою внешнюю простоту, является самым волшебным напитком на нашей планете. Вы, наверное, и без меня знаете, но я напомню, что вода составляет от 45 до 70% общего веса нашего тела. Жир практически не содержит воды, а вот в мышцах ее довольно много, около 75%. Но больше всего воды, приблизительно 90%, содержится в мозге. В нормальных условиях человеку рекомендуют около 25 мл воды на 1 кг веса. Но во время стресса это количество должно быть увеличено вдвое или втрое. Почему? Давайте посмотрим, какую роль играет вода в нашем теле. Системы нашего тела электрические. Мы способны ощущать, учиться, думать и действовать благодаря передаче по нервной системе электрических сигналов. Вода, как универсальный растворитель, необходима для передачи этих сигналов и для поддержания электрического потенциала внутри нашего тела. Мембраны клеток заряжены, то есть имеют электрический заряд, благодаря взаимодействиям между положительно и отрицательно заряженными частицами, называемыми ионами. Эти ионы способны проводить электрический ток. Живая клетка имеет положительный заряд на внешней стороне мембраны и отрицательный заряд на внутренней стороне. Полярность такой клетки называется потенциалом покоя. Мембрана нервной клетки в состоянии покоя поддерживает на внутренней стороне средний заряд в минус 70 мВ. При этом на внешней стороне возникает заряд плюс 70 мВ. Разница между этими зарядами внутри и снаружи называется мембранным потенциалом. Оптимальное функционирование нервов и мышц зависит от правильной полярности мембраны. Водно-электролитный баланс настолько важен для живой системы, что если мембранный потенциал внутри клетки упадет до минус 30 мВ и останется таким на некоторое время, последует ее смерть. Потенциал на мембране может снизиться только из-за несоответствующего уровня воды в организме. Низкий мембранный потенциал приводит к повышению чувствительности к внешним стимулам. Так как нас окружает очень много разных стимулов, то при низком потенциале мы по сути лишаемся права выбора того стимула, на котором сконцентрируем свое внимание, не отвлекаясь на другие. Высокий мембранный потенциал повышает нашу способность к избирательной концентрации внимания, улучшает процесс учения, укрепляет иммунитет и здоровье, повышает защитные силы организма от внешних электромагнитных полей. Можно ли заменить воду другими напитками? Все ученые дают однозначный ответ – нельзя. Почему? Многие напитки, такие как алкоголь, чай или кофе, содержат химические вещества, называемые диуретиками. Диуретики обезвоживают организм. Наше тело от природы стремится поддерживать равновесие между солями и водой. Вы, конечно, неоднократно ощущали жажду, когда съедали что-нибудь соленое. Соленые продукты поднимают уровень соли в организме, и чтобы компенсировать это, активируют центры жажды в гипоталамусе, вызывая желание пить. Если вы подчиняетесь этому сигналу и пьете воду, она всасывается в кровь и переносится в почки, которые контролируют водно-солевой баланс. Гормон почек, вазопрессин, способствует всасыванию воды обратно в кровь, так что она не выходит с мочой. Таким образом, уровень воды возрастает, пока не достигается баланс соли и воды. Напитки, содержащие диуретики, тормозят процесс обратного всасывания воды в почках, вызывая большую потерю жидкости с мочой. То есть, вы чаще ходите в туалет. При такой потере воды в нервной системе не поддерживается оптимальная полярность и мембранный потенциал клеток. Когда вы теряете воду, возникает дисбаланс соли и жидкости, и тело снова посылает вам сигнал «Я хочу пить». Вы снова выпиваете обезваживающий напиток и снова чувствуете жажду. Круг замыкается. Если вы не выпьете простой воды, то в скором времени ощутите головную боль. Спинномозговая жидкость, которая окружает и омывает наш мозг, поддерживая его во влажном состоянии, образуется за счет воды. И если уровень воды в организме низкий, то и остается меньше жидкости для ее образования. Так что лучший способ избежать похмелья и головной боли после выпитого накануне большого количества алкоголя – это выпить много воды перед сном. Интересно, что люди при самом сильном обезвоживании не чувствуют жажды. Тело теряет чувствительность к обезвоживанию. Вы можете иметь все признаки обезвоживания, но вы не ощущаете жажды. Это результат слишком долгого игнорирования сигналов вашего тела. Просто постепенно начинайте приучать себя пить воду, и очень скоро это войдет в привычку. Возможно, мысли о высоком мембранном потенциале вам в этом помогут. Мы немного отвлеклись. Давайте снова вернемся к стрессовым факторам. Итак, следующие – это факторы, связанные с питанием. Диеты с низким содержанием белков, недостаток в вашем организме незаменимых аминокислот и жирных кислот, диета с большим количеством углеводов и сахаров. Здесь я хочу обратить ваше внимание не на то, что нужно сесть на высокобелковую диету с наименьшим содержанием углеводов, а на то, что важно сохранять баланс. Но все же, если вы находитесь в стрессе и хотите себя как-то помочь, то исключите из вашей диеты простые сахара. Постараюсь очень кратко объяснить, почему. Сахар – это только один из участников целого цикла стрессов. Весь цикл, как вы помните, начинается с повышения уровня адреналина в крови, что приводит к снижению потенциала и полярности мембран. Если организм не адаптируется к связанным со стрессом изменениям, это ведет к большой уязвимости клеток, чувствительности к пище, подавлению иммунной системы, что в свою очередь приводит к инфекциям. При частых инфекциях прибегают к лечению антибиотиками. Антибиотики изменяют естественную микрофлору организма, подавляя полезные для нашего организма лактобактерии, продуцирующие кислоту, которая сдерживает рост дрожжей и других микроорганизмов. Антибиотики могут также мешать иммунной системе подавлять рост грибковых инфекций из-за снижения способности белых кровяных клеток разрушать дрожжевые организмы. Так как дрожжи растут быстрее лактобактерий, они разрастаются во всем организме. Дрожжи питаются и размножаются благодаря сахару, попадающему в организм кипятаний, богатым углеводами и сахарами. Как продукт переработки дрожжи выделяют токсины, ацетальдегид и алкоголь. Эти токсины негативно влияют на иммунную систему, а также на лобные доли мозга. И снова, как в случае с диуретиками, круг замкнулся. Людям, страдающим страхами и фобиями, в первую очередь рекомендуют воздержаться от сахара, и это уже оказывает терапевтический эффект. И снова продолжим говорить о следующей группе стрессовых факторов. К медицинским факторам можно отнести рождение с низким весом, хронические инфекции среднего уха, аллергии, лекарственные препараты, избыток дрожжей в организме, сбиточный суточный ритм, злоупотребление антибиотиками, токсины, плохое зрение или слух. Как вы видите из этого списка, некоторые факторы стресса вы вполне в состоянии самостоятельно устранить. Ханафорд считает, что телевизоры, компьютеры и видеоигры являются причиной жестокости, неполноценного развития воображений, недостатка межличностного общения и блокирования зрения. Хочу добавить от себя, что на мой скромный взгляд, стрессовым фактором не являются непосредственно гаджеты. Стрессовым является то, как вы их используете. Если телевизор начинает заменять нам общение с друзьями, компьютер вызывает апатию к реальной жизни, видеоигры лишают реального движения и действия, то у вас проблема. Если же вы просто пользуетесь технологиями, чтобы сделать свою жизнь более удобной или чтобы получать больше удовольствия, то гаджеты вам в помощь. Один мой хороший знакомый вывел следующую формулу. Ожидалка равно разочаровалка равно обидка. Она отлично демонстрирует провальность как ваших ожиданий по отношению к внешнему миру, так и ожиданий внешнего мира от вас. Неподобающие ожидания дома, на работе или в отношениях с друзьями, принуждение к социальному соответствию, соревнования в спорте или искусстве или обучение по схеме победитель-проигравший – все это является сильными стрессовыми факторами. Какие у вас остались воспоминания от процесса своего школьного обучения? Было что-то, что вас раздражало или пугало? Я, например, очень хорошо помню уроки органической химии, которые за отсутствием учителя по химии у нас преподавала учительница по физике. Она заучивала параграфы из учебника и быстро их пересказывала на уроке. Каждый раз, когда у меня возникали вопросы, она повторяла, что все вопросы, которые я задаю, очень глупые, и если мне что-то непонятно, то я должна еще раз прочитать нужный параграф. Я перечитывала параграф, не находила нужных ответов, и никто из моих знакомых не мог мне помочь. Интернета в те далекие времена у нас еще не было. И у меня постепенно накапливалось чувство полной беспомощности, которое привело к тому, что я перестала понимать даже простые вещи. Учебные планы, не соответствующие развитию учащегося, постоянное использование тестов, требующих простых навыков, представление информации в виде лекций, записывание в тишине, незнание или невнимание к уникальным стилям восприятия детьми или взрослыми информацией – все это стрессовые факторы, которые тормозят процесс обучения. Перечисленные стрессовые факторы излишне стимулируют центры выживания системы – интеллект тела. Чтобы понять важность и сложность связи между стрессом и работой мозга, расскажу вам про одно исследование. Это нейрологическое исследование проводил Соломон Снайдер. Оно установило, что гиппокамп – лимбическая система, которая играет ключевую роль в памяти и обучении, подвержен сильному влиянию стресса. Снайдер обнаружил, что энкефалины – химические вещества, производимые в мозгу во время стресса для уменьшения болевых ощущений, повышают гиперактивность и снижают память. Кроме того, крысы, испытавшие стресс, теряли больше клеток гиппокампа, чем не испытывавшие стресс. Более того, только пережившие стресс животные теряли клетки в той части гиппокампа, которая селективно разрушается при болезни Альцгеймера у человека. Считается, что эти результаты впрямую применимы к человеку, стрессу и старению. Итак, совершенно очевидно, что стресс негативно влияет на способность запоминать и обучаться. И в то же время, для того, чтобы быть менее подверженным стрессу, нам просто показано постоянно развиваться, в том числе обучаясь.